Нижнее положение центра тяжести при езде. Выберите участок трассы с большим числом поворотов и короткими прямыми отрезками между ними ограниченными. Передвигайтесь на удобной для вас скорости и всегда следите за тем, куда приложен вес тела. Он практически все время должен быть приложен к педалям. Когда вы сидите, то все равно старайтесь ощутить часть веса на педалях. Когда вы выставляете ногу внутрь на повороте, то какая-то часть веса все равно должна находиться на педали, обращенной наружу. Основная его часть на сиденье. Вы не должны опираться на руль. Чтобы освоить центральное положение и чтобы оно стало удобным, создайте такую ситуацию, когда вы будете в нем находиться и отрабатывайте его отдельно. Большинство видов техники отрабатываются в ходе так называемого тренировочного курса. Он состоит из круга и участка слалома. В ходе подобного курса вы можете отрабатывать позицию стоя. Чтобы проверить правильность центрального положения стоя, голова должна находиться над рулем по центру. Вы должны видеть номер впереди мотоцикла. Где держаться за руль? Так, чтобы кисти и предплечье находились на одной линии. Когда вы сможете проезжать по выбранному участку с закрытыми глазами, пора отрабатывать и эту технику. Снова устройте тренировочный курс. Проезжайте его на удобной для вас скорости, концентрируясь на охвате рукояток и держа лобки вверх и наружу. Амплитуда движения сидя и стоя. Сначала лучше ощутить амплитуду движения на неподвижно стоящем мотоцикле, прежде чем действовать на трассе. Установите мотоцикл на подножке и положите брусок под заднее колесо для большей устойчивости. Теперь отрабатывайте движение в полной амплитуде сидя и стоя. Следите за перемещением коленей, положением спины, которая должна быть прогнута, а также локтями. Когда вы отклоняетесь назад, вы должны отклонять спину, а не выпячивать зад. Таким образом, траектория движения имеет форму арки. Помните, что в любом положении необходимо продолжать управление мотоциклом, чтобы следить за скоростью и инерцией. Когда вы отрабатываете положение на закрепленном мотоцикле, одновременно задействуйте систему управления. В переднем положении работайте сцеплением и рукояткой газа, а также попробуйте переключение передачи. В заднем положении работайте обоими тормозами передним и задним и снова переключайте передачи. Потом наоборот. Управляйте машиной как во время езды. Чувствуйте рычаги и рукоятки и усилие, необходимые для управления ими. Нужно постоянно создавать ситуацию для практической отработки наводок. Когда вы увеличиваете газ для высокого прыжка или приземляетесь сначала на заднее колесо, вы должны находиться в переднем положении. Также, еще в воздухе перед приземлением, вы должны находиться в переднем положении. Вы должны находиться в заднем положении во время торможения и тогда, когда хотите, чтобы заднее колесо не прыгало. Вы также находитесь в заднем положении, чтобы поднять переднее колесо при прохождении определенных препятствий. Не забывайте, что при постоянных перемещениях вперед-назад необходима слаженность действий. Создайте себе условия для практической отработки навыков и продолжайте занятия до тех пор, пока вы не будете действовать автоматически. Отработка снятия ноги с педали во время прохождения поворота и установки ее обратно на педаль. Найдите несложный поворот, на котором необходимо выставить ногу. Держите ногу на педали до того момента, как на повороте вам надо ее выставить. Снимайте ногу с педали и выставляйте ее технически правильно, а затем как можно быстрее убирать обратно на педаль. Запомните, когда вы отрабатываете навыки по отдельности, лучше всего это делать на удобной для вас скорости на несложном участке, специально подобранном для отработки данного вида техники. Если вы будете увеличивать скорость или выберете сложный участок, то освоить верную технику будет очень тяжело. Чем дольше вы отрабатываете технику правильно, тем быстрее вы научитесь и тем естественнее будет выполнение приема. Даже на самых сложных участках. Поэтому относитесь к практике серьезно, оно требует много усилий и времени. И если бы все было легко, то каждый мог бы это сделать. Теперь освоение всех пяти систем управления. Это очень важный аспект. Но многие гонщики все равно умудряются недооценивать его, и как следствие ездят хуже, чем могли бы. Мы говорим не просто об обычном пользовании системами управления. Если бы все обстояло именно так, то не было бы никаких сложностей, и любой человек мог бы свободно действовать. Но мы говорим об одновременном, очень сложном ощущении управления всеми пяти системами, с целью заставить мотоцикл делать именно то, что нужно вам, и когда нужно вам. Прием быть. Продолжение следует...